А накануне почетный полярник России Владимир Чуков побывал в школе номер 41. Он рассказывал о своих путешествиях, ответил на вопросы участников, а затем принял участие в географическом диктанте, зачитывал вопросы. Съемочная группа программы «Челны-24» пока свои знания проверять не стала, но участниками пообщалась. Вокруг света за 45 минут. Это то время, которое отводится на проверку знаний участников. «Челны» в четвертый раз присоединились к акции «Всероссийский географический диктант». Одни пришли проверить свои знания, другие – получить поощрение в виде хороших оценок в школе, третьи – как группа поддержки. А кто-то хотел увидеть первого в мире человека, достигшего Северный полюс на лыжах – Владимира Чукова. Очень хотелось посмотреть на него вживую, пообщаться. Я о нем очень много слышала, знаю, знаю почему, потому что сама когда-то ходила в такие походы северные, были автономно на лыжах на Карском море. Я сегодня пришла поддержать маму, сестру и учительницу сестры, чтобы они хорошо написали. Настроение у меня хорошее, я совершенно не переживаю. Я пришел на географический диктант, потому что учитель нас попросил и за это поставил оценку. Были среди пришедших как новички, так и старички. Те, кто не пропускает ни один геодиктант. Как они объясняют, любовь к предмету проснулась еще со школьной скамьи. Любовь к тому или иному предмету проявляется с тем учителем, который преподавает. Я любила учительницу. Я сегодня утром вспоминала имя, я не смогла вспомнить, к сожалению. А так вообще, ну это один из моих любимых предметов. В том году я написал на четверку. На протяжении нескольких лет мы как раз уже пишем, какой-то географический диктант проходит в набережной в Чернах. Четыре года – это уже в пятый раз. Тестовые задания были разделены на две части. В первые – 10 вопросов, во второй – 30. По словам Владимира Чукова, он не принимал участия в составлении самих заданий, но дал свои рекомендации. Отойти немножко от административного подхода к науке. Потому что география – это наука живая. И в каждом вопросе должно, я считаю, быть что-то, что связано с сегодняшним моментом, с жизнью, с работой. А география – это как раз наука, которая это позволяет сделать. А узнать результаты диктанта можно будет после 29 ноября. Оценки будут на сайте dictant.rgo.ru.